Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника. Снова следим за ключевыми фундаментальными событиями, обсуждаем рынок, смотрим на него с разных сторон и стараемся найти интересные возможности, которые можно использовать максимально как к срочной перспективе. Так, ну что, у нас на повестке текущей недели не так уж и много интересных релизов, ну, наверное, если прям крупными мазками, можно отметить только лишь ЕЦБ в четверг решение по ключевой процентной ставке. Но, может быть, весь этот фундамент несколько меркнет уже после данных по инфляции США с прошлой недели, которые перезагрузили сознание рынка и заставили многих пересматривать долгосрочные ожидания по доллару. Вот мы с тобой традиционно тему на доллара затрагиваем. Я думаю, что сегодня тоже, наверное, было бы логично пробежаться буквально в общих чертах по тому, что изменилось и изменилось ли вообще в отношении доллара. Прежде чем начать, Виталий, ну, традиционный вопрос, как ты в целом оцениваешь долгосрочные перспективы доллара на фоне именно последнего релиза по инфляции, который подтвердил сохранение вот этой дезинфляционной тенденции? Будет ли теперь открыт путь вниз, либо рынок, может быть, больше сфокусируется на политической теме сейчас и будет уже гадать и спекулировать на идеи победы Трампа? И его, кстати, победа ассоциирует с циклом роста американского доллара. Ну, буквально пару слов. Я думаю, что очень интересно твое мнение, а не только мне. Итак, приветствую всех. Ну, по поводу, если брать индекс доллара или там евро-доллар, давайте будем так говорить. Я раньше говорил, что ожидаю евро-доллара там глобально в рост, то есть 1.15, 1.18. Там плюс-минус. То есть индекс доллара ниже 100 пунктов, где-то в район там 95 пунктов, там плюс-минус. Это в долгосрочной перспективе. А вот в среднесрочной перспективе здесь сложнее. Потому что, допустим, как я в прошлый раз говорил, там 2-3-5 дней можно прогнозировать, а дальше рынок может делать такие коррекции глубокие, что ты уже начинаешь там и сомневаться краткосрочно и так далее. Поэтому здесь нужно каждую неделю уточнять. Допустим, тот же прошлый вторник мы с тобой общались. Я говорил, что я не знаю по рынку, по доллару и по золоту ничего. И ждите еще несколько дней. Я в следующем обзоре дам свое видение. И, в принципе, это и произошло. В четверг на своем канале и на канале Markets выпустил обзор с конкретными рекомендациями, где было понятно, что куда идет. А бывают моменты, когда это короткосрочно сложно спрогнозировать. Понял. Спасибо тебе за ответ. Ну что, давай тогда непосредственно графиком и в моменте о том, что сейчас на рынке складывается. Интересно. Начнем с меня. Индекс доллара. Котировки 104 пункта. Да, как мы с тобой проговорили. Очень большую, серьезную лепту в настроении. Внес последний релиз по инфляции, который вышел после выступления Павла в Конгрессе. И если сейчас пробежаться по основным релизам, фундаментальным, новым, вводным, которые появились за последние три недели, то можно сказать, что у нас на руках ослабление инфляции, охлажденный, скажем так, рынок труда, проблемы с темпом экономического роста, что, говоря простым языком, оставляет довольно широко открытая дверь для смягчения экономической политики. И я думаю то, что ты наверняка видел новость о том, что МОДИС вообще решили, что теперь пришло время не то, чтобы анонсировать снижение ключевой процентной ставки, например, в сентябре, а уже действовать прямо перед резерву, потому что до сентябрьского, конечно же, заседания нам нужно пройти через июльское заседание, а как минимум и июльское заседание это в конце месяца, по-моему, 31 июля состоится, вот по версии МОДИС может быть судьбоносным, потому что они прогнозируют, что ФРС снизит ключевую процентную ставку прямо уже сейчас на 25 байсных пунктов, и до конца этого года при таких темпах ослабления традиционного давления ФРС может согласовать еще снижение на 75 байсных пунктов. Ну, наверное, это прям суперагрессивный сценарий, то есть по версии МОДИС реальное снижение на 1%, мне почему-то не верится, что ФРС сможет позволить себе настолько активно снижать ключевую процентную ставку. Данные по инфляции уже, собственно, стали причиной распродаж американского доллара, мы это видели на прошлой неделе, то есть инструмент провалился ниже уровня 105 пунктов и даже тестировал отметку 104 пункта, что, собственно, и продолжает делать сейчас, потому что текущие актуальные цены чуть выше 104 пунктов. Я за то, чтобы американский регулятор анонсировал снижение ставки в июле, анонсировал это снижение на сентябрь. И на основании инструмента FEDBOTCH TOOL разделяю точку зрения, что максимально возможная вероятность того, что в сентябре это снижение последует. А заложено ли оно в цену сейчас уже? Ну, наверное, частично да. Но какая-то реакция еще может последовать в ближайшие торговые сессии, и я все-таки сохраню скепсис в отношении доллара на ближайшие недели, потому что даже с точки зрения фундамента не вижу ни одного отчета, который мог бы изменить рыночный настрой, либо заставить рынок сомневаться в том, что ФРС перейдет к смещению экономической политики. Текущие уровни. Хорошее ли это значение для того, чтобы шортить доллар? На перспективу, если ориентироваться на цели Сити, Морган Стэнли, они видят индекс доллара ниже 100 пунктов, поэтому откуда бы сейчас индекс доллара на долгосрок не зашортить, это все равно будет довольно привлекательная сделка, потому что в конечном счете при таком фундаменте и без политических нюансов, я думаю, что ближе к ноябрю мы все-таки переключимся на политическую тему, но без политики сейчас достаточно устоит для того, чтобы индекс доллара слабел. Так, по золоту я исключительно оптимист котировки 2432 доллара за трость к унсу, я думаю, что в рамках этой недели мы добьем до отметки 2450. И три традиционных столпа для меня субъективно, которые позволяют прям агрессивно действовать и торговать, это уверенность в определенной тенденции по доллару, в данном случае снижение позиций американского доллара, снижение доходности американских облигаций. Буквально сегодня, когда я готовился к своему внутреннему брифингу, десятилетки тестировали локальные минимумы 4.21. И вот сейчас перезагрузил страницу, вижу, что текущая доходность уже 4.19, и по сути мы идем на мартовские минимумы. И рыночный сантимент. Толпа остается в продажах в расчете, надеясь на то, что скоро будет разворот, но еще раз подчеркиваю, что рынок всегда дверется против толпы, когда на рынке определенное позиционирование и ожидание того, что должен последовать разворот, как правило, перед этим мы наблюдаем за очень хорошим импульсом восходящего движения. Цель 2.450, может быть, локальный задир будет даже повыше. И еще о валютном паре хотел проговорить доллар-канадец, потому что сегодня день интересный с точки зрения канадской статистики. Мы ждем отчет по инфляции в Канаде, который выйдет в 12.30 по GMT. Ожидание, что показатель снизится с 2,9% до 2,6% и может стать дополнительной мотивацией для канадского регулятора смягчить экономическую политику. Я уверен в том, что канадский регулятор будет продолжать агрессивно действовать в этом плане и может довести ключевую процентную ставку до 3% уже к середине следующего года. На контрасте с действием Федеризерва здесь тоже очевидные преимущества покупки американского доллара против канадского конкурента. То есть, с одной стороны, может показаться, что сделки несколько противоречат друг другу, но хочу отметить, что индекс доллара – это совершенно другая сущность инструментов на рынке. Это только лишь инструмент, который работает и связан на национальном фундаменте. Если мы рассматриваем валютные пары, то здесь можно искать определенные преимущества для торговли, которые появляются у трейдеров, на контрасте проводимой монетарной политики. Да, и канадские регуляторы ФРС будут снижать процентную ставку, но в данном случае канадский регулятор делает это уже активнее, чем ФРС и, скорее всего, будет делать это также активнее и дальше. Ждем отчет по инфляции. Думаю, что влатильность будет неплохой, обычной. На данный по инфляции канадский доллар показывает движение больше, чем 50 пунктов, и было бы неплохо, чтобы сегодня мы достали до отметки 1,3750, и там уже ориентировано движение выше уровня 1,38. Вот на этих трех инструментах я остановлюсь, Виталий. Слово передаю тебе. Спасибо. По золоту, в принципе, я с тобой согласен. В своем последнем обзоре, который у меня был в четверг, и на моем канале, на канале Маркет загрузили, я вот с отметки вот здесь утром в четверг я давал рекомендацию на покупку с целью на обновление вот этих максимумов. Мы пока их еще чуть-чуть не обновили, но можно сказать, что цели выполнены, да, цели выполнены почти. Пока никаких признаков на разворот нету по золоту, я думаю, что мы их будем обновлять максимум, и уйдем ли мы очень высоко, там, на 2,500, на 2,600. Время покажет, но пока все движется к этому. Ну, кто шаркит золото, ну, конечно, удачи. Стоит ли покупать секущих золота? Ну, я такие сделки не люблю. В принципе, сейчас рынок, скажем, в большой степени такой, что индекс доллара, что золото. Мы находимся на таких локальных экстремах, да, и без накопления сложно сказать. Но кто ранее покупал, я бы удерживал. Вот так дам совет такой покупку по золоту с надеждой на такой сильный прорыв наверх. Но тоже не нужно жадничать, потому что вот золото все время, когда делать какой-то прорыв, вот если вот так посмотреть, какой-то сильный, оно потом делает глубокую коррекцию. Поэтому главное не пересидеть. Поэтому золото пока вот так. Дальше по нефти. Вот мне кажется, что нефть, вот я еще прошлый раз, позапрошлый раз говорил, что глобально у нас по нефти треугольник, вот он, и мы должны долгосрочно падать. Есть вариант, что мы уже, в принципе, закончили вот этот последний рост, который у нас был, и в июле мы показали какие-то максимумы, я так думаю, и дальше мы будем только падать. И при пробое вот этой поддержки в районе 84, по нефти откроется дорога сильная вниз. Обязательно со стоплосами, потому что я не исключаю вариант еще какого-то повторного теста, максимум июля. То есть пока никаких признаков нет, но вдруг, если будут сильно выкупать, нужно быть осторожным. То есть вот такие долгосрочные у меня ожидания. С точками входа чуть посложнее, здесь больше ориентир. Так, почему? Вот получается, ну где-то 84, вот на пробой вот этого уровня я бы работал. Дальше, что касается рынка криптовалют, биткоин, показал очень хороший рост. Я в прошлый раз, кстати, с тобой во вторник советовал шортить, и уже в четверг я перевернулся, да, на покупку, потому что у нас был уровень сопротивления 58300. Я даже чуть ранее перевернулся, даже в среду своим ребятам написал, что нету реакции вниз, то есть скорее всего будет пробой данного уровня. И уже в своем обзоре в четверг советовал работать на пробой уровня по биткоину, по эфиру, и вчера записал такой долгосрочный обзор. Я думаю, что по биткоину, по эфиру мы глобально будем очень сильно расти. То есть, в принципе, как и весь рынок такой рискованный, то есть условно там евро, золото, биткоин, вот эти инструменты. Поэтому с коррекцией, если будет хорошая коррекция или проторговка, консолидация, то есть я бы дальше искал новые точки входа по биткоину. Такие направления у меня глобальные. Дальше, что касается индекса доллара или там евро-доллара. Давайте так посмотрим. Итак, по Dixie, я с тобой, как я уже сказал, долгосрочно согласен. То есть мы должны обновлять вот эти минимумы по 100 и дальше двигаться на 95 в долгосрочной перспективе. Но это не означает, что это прямо сегодня пойдет. Здесь сейчас возникает вопрос, с каких уровней мы будем падать. Ты, в принципе, отметил такую важную вещь, что если там долгосрочно шортить, в принципе, сейчас цены хорошие. Но если так имеется в виду находить какие-то более идеальные точки захода, я пока не считаю, что сейчас прям какая-то идеальная точка захода. она сейчас для меня, так скажем, непонятная. То есть потому что вариант А. Мы можем с текущих падать. Есть такой вариант. Я сейчас перейду на евро-доллар и покажу. И второй вариант. Мы здесь можем сделать очередную какую-то глубокую коррекцию. Но это может быть условно в заседании ЦБ будет давно в четверг. И они, если там понизят ставку или что-то скажут в этом роде, то евро может просесть на этом фоне. Доллар укрепится временно. Поэтому здесь могут быть коррекции сильные. То есть если вы там долгосрочный инвестор, трейдер, то позиция понятна. Если условно хотите с большим плечом, если будет позже понятно, где-то на протяжении этой недели, на следующей неделе или через неделю будет понятная картина, такая более уверенная, то можно будет говорить об этом. Тот же евро-доллар у нас получается сейчас аналогично. Мы тестируем максимум прошлого месяца. То есть это получается июнь. Это в районе 1.09 отметка. Сильный уровень. Именно евро показывает, вот вчера была попытка пробить этот уровень. Мы в моменте пробили, но был ложный. И сегодня снова поджимаются. Как вариант, здесь могут рисовать на пробой данного уровня что-то. Но я же говорю, если здесь и покупать, то с небольшими стоп-лоссами. Потому что могут дать коррекцию условно 100 пунктов, а могут дать, я еще не исключаю обновление вот этих минимумов. Поэтому нужно быть очень аккуратным. То есть вот даже в прошлый раз у нас здесь проторговались три дня хорошо. То есть было понятно, что в этом импульсе есть консолидация. И она указывает, что скорее всего на продолжение. Сейчас у нас здесь проторговка, она только там условно вчерашний день, один день. То есть здесь нужно было побольше информации. Это что касается индекса доллара и евро. Пока вот долгосрочно картинка понятная. Короткосрочно как занять вот такую четкую точку ухода очень сложно. Но можно пытаться евро купить с небольшими стоп-лоссами там условно 30-50 пунктов. Пойдет с текущей, хорошо. Не пойдет, дальше смотреть что и как. Ну и по фондовым индексам пока там тренды сильные. И еще хотел затронуть, все время спрашивать. Я иногда в наших эфирах беру. Это доллар-рубль. Такой пары у нас как бы на этом, как это сказать, как бы ее нет уже официально. Она есть не биржевая. Есть фьючерсы там на Си условно. Есть, многие интересуются сейчас там юань-рубль. Помнишь, где-то месяц назад я прогнозировал по рублю, там условно юань-рубль, сильное падение. Мы, в принципе, его выполнили. То есть вот у нас сильное падение было. То есть здесь был очень сильный паттерн, такая модель. То есть импульс, коррекция, импульс. И сейчас я не исключаю вариант такой, что мы еще можем подрасти достаточно неплохо вот сюда наверх. То есть это то же самое можете там посмотреть. Давайте сейчас посмотрим. Две секунды. Вот он. Да. Вот. Я как раз цели называл по рублю в район 80 плюс-минус. Мы их, можно сказать, выполнили. Да. И сейчас вот достаточно сильно откупили. И такой момент может быть, что вот здесь идет хорошая проторговка. Дальше будет доллар укрепляться в район, условно, где-то вот в этот район там 93-95 плюс-минус. То есть это на ближайшее время. А дальше посмотрим, будет ли очередное снижение. У нас вот этот тренд продолжится, который у нас есть. Или глобальный там рост. То есть пока я за ослабление рубля. То есть на ближайшее время. Виталий, спасибо тебе за рекомендации, за сделки. Ждем тогда появления на рынке дополнительных фундаментальных триггеров, как я уже отметил. Ну, если кому-то интересен канадец, сегодня можно последить за канадской статистикой. А по евро, вот ты затрагивал тоже поспитив евро. Тут очень много будет зависеть от решений ЦБ. по ставке, а точнее даже не от решений ЦБ по ставке, а от того, что Лагард скажет на пресс-конференции. Вот это поинтереснее. Ну, мы с тобой традиционно все это обсудим уже в следующий вторник. Пробежимся по всем вот этим релизам. И затронем точно темы, которые могут всплыть, если они станут достойным квализатором для движения активов. Еще раз большое тебе спасибо, что обсудил со мной рынки. Тебе хороших трейдов, хороших торговых будней. Тебе и нашим подписчикам. И до скорой встречи. Пока. Пока, удачи.